Уважаемые читатели! Универсальный читальный зал областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого представляет видеосообщение «Нет жестокости и насилия в мире детства». Жестокое обращение и насилие в отношении детей считается одной из важнейших проблем современного общества, и многое зависит от того, кто входит в круг общения ребенка, готов ли ребенок к встрече со сложным миром взрослых. Вашему вниманию мы предлагаем выступление директора регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Управления образования Акимата Кустанайской области Елены Александровны Петренко. В своем сообщении Елена Александровна затронула такие злободневные проблемы у детей, как буллинг и кибербуллинг, и методы борьбы с ними. Сейчас, конечно, в наших организациях образования, в принципе, учатся дети различных поколений. В основном поколение ЗЭК, поколение Альфа. Эти поколения, они отличаются от предыдущих тем, что они сейчас именно воспитываются, живут в век технологизации. И мы можем говорить о зависимости от гаджетов, от телефонов, от планшетов, от техники. Это правда. Но мы должны научиться с этим работать. Наши родители должны грамотно вести себя для того, чтобы уменьшить последствия вот этих вот вещей, потому что весь наш прогресс, он, конечно же, несет большие плюсы, но есть и минусы. Поэтому мы можем говорить о родительском контроле, мы можем говорить о усилении доли общения, о том, что родители должны больше работать над воспитанием ребенка. Ну и нельзя не сказать о том, что очень много в наших школах есть таких неприятных, деструктивных проявлений, как буллинг и хибербуллинг. По данным ЮНИСЕФ 2019 года, каждый третий школьник Казахстана подвергался когда-либо таким неприятным фактам. И на телефоне доверия в своем центре мы можем констатировать, что это действительно так. Мы принимаем очень много звонков в этих направлениях, стараемся работать. Но тут важна профилактика, когда в школах проводится профилактика путем улучшения психологического климата школьных коллективов, путем повышения самооценки детей, путем проведения тренингов именно на сплочение коллективов. Ну и, соответственно, очень важно сейчас развивать медиативные службы, они практически в городе есть, в каждой школе. Очень важно именно уметь решать конфликт и не доводить до таких вот ужасных проявлений, как буллинг или хибербуллинг. Буллинг, конечно, он еще более страшно и разрушительно действует на психику ребенка, потому что если во время буллинга, который происходит, допустим, в школе или во дворе, ребенок может дома укрыться и чувствовать себя, допустим, защищенным каким-то, то кибербуллинг приходит и домой к нему через тот же гаджет, смартфон, телефон. И так как дети у нас не могут находиться без связи, не быть онлайн, поэтому, включая свой телефон, ребенок тоже получает те же угрозы, уничижения, какие-то отвратительные факты, которые очень обижают его, очень нервируют, вводят в какие-то депрессивные состояния. Это очень важно, когда взрослые люди замечают эти факты и помогают разрешить эти ужасные ситуации. Если же действительно ребенок сталкивается с такими фактами, есть определенный алгоритм действия. мы разработали в своем центре и памятки, очень много методичек в этом направлении. Самое главное — это довести до взрослых людей. Конечно, нужно об этом сказать родителям. Если действительно нарушается закон, нужно обратиться в органы, потому что есть статья, которая пресекает эти действия в киберпространстве. Ну и в основном нужно убеждать ребенка о том, что о своей проблеме нужно рассказывать, нужно доносить ее. Он не может, не должен сам один в одиночку справляться с этими ужасными проявлениями, которые все-таки существуют в наших обществах. Поэтому очень важно довести до сведения, будь то учитель, педагог, если это в направлении школы, родители, если это, допустим, какие-то другие дети, люди, взрослые. Сейчас очень много фактов, когда взрослые люди, даже не из нашей области, республики, представляясь какими-то подростками, втираются в доверие, дружат, а потом какие-то наступают проявления в виде запросов неадекватной информации, каких-то фотографий личных и так далее. Поэтому нужно учить детей критическому мышлению, чтобы они трезво подходили именно к получению информации, к кому они доверяют, с кем они общаются. Нужно учить детей не называть какие-то свои точные данные, свой адрес. Именно, допустим, в аккаунтах, на своих страничках нельзя размещать такие данные, такую информацию. Нужно детей учить, трезво мыслить и адекватно вести себя. Наш региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования уже работает четвертый год. Мы работаем со всеми проблемами психических проявлений и коррекции. У нас работает телефон доверия круглосуточно. Мы рассматриваем любую проблему. Именно работаем с участниками образовательного процесса. Это дети, родители, педагоги. У нас есть очная консультация, которая бесплатная, конечно, анонимная. И по записи ведется. И к нам приезжают ребята, дети, педагоги. Со всей области мы примем с любой проблемой. И, конечно же, если это проявление буллинга, кибербуллинга, проводится системная работа и с самим ребенком, и с его окружением, и с его родителями. Мы приглашаем всех, мы всем можем оказать психологическую помощь и поддержку. И еще раз хотелось бы напомнить, что о любой проблеме в этом направлении нужно говорить. Нельзя молчать, нельзя копить в себе вот это вот горе, беду, несчастье, обиду свою. Об этом нужно говорить специалисту, об этом нужно говорить своему окружению, классному руководителю, хоть кому-то нужно сказать, для того, чтобы это стало началом получения именно направленной психологической помощи. У нас в центре наши специалисты используют всевозможные методики, техники для работы с психологическими проблемами, для коррекции. Мы используем песочную терапию, метафорические карты. Мы работаем с всевозможными опросниками, многоуровневыми. Можем выявлять как, допустим, творческую направленность, так и депрессивное, тревожное состояние подростка. Также можем работать с направленностью профессиональной. С любой проблемой наши специалисты могут справиться. Поэтому я призываю, прошу, обращайтесь к нам за помощью. Мы рады оказать ее любому ребенку, буквально там с 6 лет до 18, семье этого ребенка, родителям, педагогам, которые работают. Пожалуйста, мы всех ждем в своем центре Толстого, 49, фронт-офис, как раз для работы с клиентами. Дорогие родители, я хотела бы пожелать в преддверии Дня защиты детей и в этот год, который назван Годом Ребенка, чтобы ваши дети были самые счастливые, чтобы вы проявляли к ним большую любовь, заботу, поддержку, чтобы этот летний период был использован только в целях оздоровления, развития творческих талантов, вашего семейного общения, близкого, дружеского, чтобы ваши дети всегда знали, что они находятся под защитой, под вашей защитой, ну и, конечно же, под защитой государства. В региональном центре психологической поддержки для детей и родителей действует круглосуточный телефон доверия. Вы можете обратиться в любое время и получить поддержку бесплатно и анонимно. Если трудно, просто позвони. Фонд универсального читального зала располагает большим разнообразием литературы по воспитанию и развитию детей от российских и зарубежных авторов, психологов и родителей. В ней вы найдете полезные советы и рекомендации, ответы на многочисленные вопросы, с которыми сталкивается каждая семья. Уважаемые читатели, приглашаем вас посетить нашу библиотеку.